Однокомнатный домик с небольшой прихожей, кухней и печкой. Это первое собственное жилье Екатерины Ланшаковой. Вместе с маленькой дочкой она планирует переселиться сюда через месяц. Дополнительных затрат не потребуется. Дома сданы в чистовой отделке. С 13 лет после смерти мамы Екатерину воспитывали дядя и тетя в Могой Туйском районе. На новом месте молодой маме предстоит устроить ребенка в детский сад и найти работу. Впечатления были, конечно, положительные, потому что ничто не приносит такой радости, как свой дом. Я думаю, не каждый гражданин может позволить себе приобрести свой дом, потому что недвижимость сейчас очень дорога. Я умею носить воду, топить печку самостоятельно, сажать огород. Я все это умею. Спасибо большое правительству Забайкальского края за получение своего жилья. И спасибо большое вообще, наверное, всем работникам, которые в этом заинтересованы были. Им огромная благодарность. Возле каждого дома небольшой участок, необходимые надворные постройки. А новоиспеченные соседи уже планируют построить баню на несколько семей. Поздравить новоселов собрались жители микрорайона. Получился небольшой праздник, на котором торжественно вручили ключи от новых квартир и благодарственные письма строителям. Мероприятие-то происходит в канун Нового года по лунному календарю, а для жителей Агинского округа это очень важный момент. Контроль за проведением строительных мероприятий, он был самый жесткий, качество хорошее, выдержаны все требования, предусмотренные нормативной документацией. Поэтому никаких, я думаю, условий, препятствий для комфортного проживания детей не будет. Сегодня в Забайкальском крае в очереди на получение жилья 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5800 из них достигли 18 лет и уже имеют право на получение квартир. В 2017 году удалось приобрести 348 жилых помещений. Практически все уже заселены. Сегодня в Агинском округе сначала обеспечено порядка 50 человек, в этом году 11 человек детей из числа детей-сирот, которым были представлены жилые помещения. А вообще в очереди в Агинском округе стоят порядка 600 человек. На сегодняшний день уже тактика и политика реализации этого закона в 2018 году выработана. В настоящий момент в рамках госпрограммы завершается строительство еще трех домов для 12 детей-сирот в селе Дульдурга. В 2018 году запланировано приобрести 254 квартиры. На это выделено 269 миллионов рублей. Из поселка Агинское Екатерина Станиславская и Дмитрий Пенигин. Субтитры создавал DimaTorzok